На эти выходные вы хорошо поели, этому была причина. 5 килограмм зимней прослойки. Или может вы низкого роста, а вам бы хотелось выглядеть повыше. Господа, надевая одежду, которая придает вам более утонченный и вытянутый вид, может улучшить любой силуэт. Первый совет, когда вы можете надеть пиджак, надевайте пиджак. Почему? Потому что он увеличивает ваши плечи, а это в свою очередь делает вас выше. Далее вам также надо понимать, как носить пиджак. Поэтому, когда вы стоите, всегда застегивайте верхнюю пуговицу. Заодно убедитесь, что он вам по размеру. Слишком большие мешковатые пиджаки не будут смотреться. Я говорю много о пиджаках. Это спорт, пиджаки костюмные, пиджаки-блейзеры. Но вам не обязательно всегда надевать формальные пиджаки. Вы можете надеть что-то более casual. Вот, например, у меня замшевая куртка с уникальным цветом. Она привлекает внимание к груди и торсу. Также она создаст силуэт на плечах. Именно это нам и надо. Увеличить плечи, чтобы утончить силуэт. Говоря про рисовки груди, мне нравятся такие вот детали, как эти карманы. Вроде ничего такого, но такие линии привлекают внимание к области груди. Далее надо обратить внимание на стиль. Все кожаные куртки, которые существуют, например, классическая байкерская куртка. Проблема в том, что она громоздкая. В ней много слоев кожи. Да, на худом высоком парне это будет смотреться хорошо. Но на низком парне, или чуть более плотном, этот дизайн будет плохо смотреться. Поэтому я рекомендую придерживаться более классического стиля, как эта куртка, в которой только гладкие линии, которые ходят вверх и вниз, вместо громоздкой куртки. И еще один быстрый совет, как выглядеть выше, взять себе подходящий пиджак. Многое зависит от стиля пиджака. Так что, если это спорт пиджак, то он должен заканчиваться в нижней области ягодиц. Если он будет длиннее, а вы не высокого роста, то это будет смотреться нагроможденно. А как быть с другими типами курток, как, например, эта кожаная куртка? Все зависит от стиля, но большинство кожаных курток сделаны так, чтобы обхватывать линию пояса. Поэтому, если вы купите себе кожаную куртку, которая обхватывает ваши ягодицы, это будет плохо смотреться. Следующий совет, как выглядеть выше, убедиться, что вещи в вашем гардеробе сочетаются друг с другом по размеру. Вот вам идеальный пример. Рукав пиджака и рукав рубашки. Очень важно, чтобы рубашка показывалась на один-полтора сантиметра. Так выглядит красиво. Если у вас слишком длинный пиджак, который закрывает рубашку, то будет казаться, что пиджак слишком большой. Если рубашка выпирает на три сантиметра и более, то выглядит, что рукава пиджака слишком короткие. Ребята, вы это слышали от меня уже сотни раз. Размер – это король. Поэтому, если вы носите громоздкую одежду, мешковатую одежду, то это не будет на вас хорошо смотреться. И если у вас в гардеробе оказалась только такая громоздкая одежда, то отнесите ее портному. А лучше всего покупайте ту одежду, которая идеально вам подходит. Далее поговорим о длине брюк. Она бывает четырех видов. Без складки. Четверть складки. Половина складки. Полная длина. И вам точно стоит избегать полной-полной длины. Прямо как в этом примере. Господа, это ужасно выглядит. Просто похоже, что вы надели штаны вашего старшего брата. Не допускайте этого. А затем надо обратить внимание на линию ног. Я не имею в виду, что вам нужны за нужны. Но смотрите в сторону узких брюк, чтобы ваш силуэт смотрелся чуть более утонченно. Потому что если вы возьмете себе слишком широкие или мешковатые, то это не тот образ, который нам нужен. Далее давайте поговорим о V-образном вороте. Я сейчас не о глубоком вырезе, а оставьте его для маек. Речь идет о V-вырезе для футболок или о V-вырезе, когда мы говорим о свитере или любом типе джемпера, который вы наденете. Что делает такой вот вырез? Он привлекает внимание к груди в целом, он более casual. Поэтому не стоит думать, что вы можете надеть футболку с вырезом вместо рубашки, но вы можете надеть свитер с V-вырезом поверх рубашки, чтобы привлечь внимание к груди. Заодно он делает вас более утонченным. Далее давайте поговорим о монохроматических образах. Думаю, вы уже знакомы с монохромным образом, когда ваша одежда примерно одного цвета и верх сочетается с низом. Чего мы избегаем разделение себя напополам, чтобы привлекать внимание к центру. И надевать цветной ремень, пожалуй, не самая лучшая идея. Также надевать белые брюки с черным верхом или наоборот тоже нехорошая мысль, потому что все внимание будет стекаться к смене контраста цветов. А если вам хочется надеть светлую рубашку с темными брюками, тогда вы можете надеть сверху пиджак. Или вы можете воспользоваться еще одним вариантом надеть жилет. Если вы худой и высокий парень, то жилет выглядит замечательно. Хорошо, давайте пройдемся по горизонтальным линиям. Многие парни понимают, что им не нужны большие линии поперек, но это половина правды. Потому что, если вы даже чуть низкого роста, то вы можете использовать горизонтальные линии. Главное, чтобы они были в верхней части тела. Поэтому свитер или футболка с рисунком на груди вполне приемлемо. А вот чего следует избегать, так это повторяющийся паттерн по всему телу. Ну, или большие паттерны. Например, толстая миловая линия. Ее стоит избегать. Но вполне допустимы мелкие паттерны, которые состоят из горизонтальных и вертикальных линий. Так что, если вы примерно 165 сантиметров, вам это тоже подходит. А если вы 170 и выше, то вам следует понимать, что и для чего вы делаете и использовать это для своего преимущества. И, конечно, не забываем о каблуках. Каблуки на туфлях или ботинках запросто могут вам добавить от 1 до 3 сантиметров. Вы станете выше и утонченнее. И не забываем про шляпы. Есть исследования, где люди становились в ряд. Некоторые были с шляпами, другие нет. И надо было угадать рост. Когда человек был в шляпе, то опрашиваемые считали, что он был выше на 3-5 сантиметра, чем он был на самом деле. Почему? Все дело в восприятии. Проблема только в том, что парни не привыкли носить шляпы. Но, скажем, вы привыкли носить кепку, тогда советую прокачать ее стиль и надеть классическую кепку. И, конечно, помним про осанку и держим спину ровно. Если хочется узнать, как это сделать, рекомендую вам посмотреть видео, в котором я рассказываю, как быстро исправить свою осанку. Да, просто расправив плечи и выпрямив спину, вы будете выглядеть выше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова